Всем добра и блага! На сегодняшний момент, что я вижу? Исходя из наличия паразитарной матрицы, в чем ее доминанта, вот в этом ионе происходящего, точке и моменте времени. Я уже давал схему трех окружностей и центра трансляции. Центр трансляции транслирует рисунок времени. Отсюда и утверждение, что есть счастливые времена, есть тяжелые времена, есть военные времена. Если возьмете, скажем, конфигурацию рисунка времени 1941-1945 год, он, естественно, рисунок будет сильно отличаться от других промежутков времени. Так вот, доминант паразитарной матрицы в этом рисунке выражено первое, что какая-то система жестко распоряжается жизнью людей, причем большими массами. Брать эту пирамидальную систему тех же масонов или другую пирамидальную систему, там, пирамид. Мы говорим о верхушке. Верхушка запускает эту программу рисунка времени, чтобы собирать свой урожай. О чем совершенно конкретно они прописывают в Библии. Он говорит, соберет свой урожай. Какой? Через что? Через страдание и смерть? Потому что программа «Жертва пола» здесь узаконена. Один погонщик бьет дубинкой по голове протестующего, а другой, значит, есть эта жертва. Или посылают его в окопы убивать там на военных действиях. А когда, скажем, человек защищает свое жилище там и убивает нападавших, ему инкриминирует превышение этих защиты, превышение обороны. Он может там даже присесть там в тюрьму там лет на пять. И вторая доминанта – это технократический путь развития, где портится экология, идет компьютеризация, эволюция человека индивидуального не учитывается, вообще наплевали на индивидуальную духовную эволюцию. И, соответственно, человек уже превращается в батарейку, которая обслуживает технократическую матрицу. Так вот, я предлагаю такую медитацию, что мы представляем эти же три окружности с центром трансляции, но называем эти три окружности, что это как раз-таки сфера паразитарности. И она не просто выражена на, скажем так, плоскости, а мы представляем ее сферу надутого шара. Какой-то, пусть это даже шар, какой-то летящий шар, вот как этот есть воздушный шар там с корзиной, вот он куда-то летит в элементе пространства-времени. И мы даем установочку, что мы своим ментальным сознанием, используя мантру «Ом намах шивая» и «Ом крим калика и намах», иглой, ментальной иглой прокалываем этот шар, лишаем его активности паразитарной, производим намерение, как у Кустанеды. То есть я беру на себя намерение проколоть, найти этот эгрегор, его ядро, и проколоть его активность. И мы представляем, что он даже там взрывается, как этот вот есть обычный там шар, шарик праздничный взрывается. А так взрывается воздушный шар, и падает эта корзина куда-то там в мировой океан, как есть космический мировой океан. Вот он падает. То есть мы лишаем паразитарную матрицу, ее активности. И вот эти две мысли-формы нужно совместить. Центр трансляции рисунка времени паразитарной матрицы, три окружности. Три окружности, напоминаю, первая – архетипическая реальность, вторая окружность – это лидеры, альфа-лидеры, которые транслируют саму программу из архетипической реальности. И третья окружность – это лучший персонал, сам народ, который бегает по этим их сценариям, обслуживает их финансовый капитал, сидит в окопах, стреляет и так далее. Можно даже синхронизировать. 20-30 по московскому времени, привязывая к вашему там поясу часовому. Именно игла. Откуда игла сознания? Возьмите острота разума. Острота. То есть нам нужна острота, которая нащупывает эту голограмму, где внутри нас же. Это по принципу малая голограмма содержит большую голограмму. Внутри нас мы нащипываем. Потом даже можно иглу осознания перенести на какого-то человека паразитарного. На какого? На Байдена. Через Байдена закручивается сюжет «Натравить Украину на Россию». Или там этот вот, кто там, в Британии, этот, который с волосами-то, премьер-министр, не помню его, его проколоть иглой осознания, чтобы загнать «иди в норку свою» и не провоцируй на военные действия ни Украину, ни Россию. Вот так вот. Давайте позанимаемся. Я говорю, это будет занимать, ну, 10-15 минут в день и посмотрим, какие будут результаты. Кстати, так еще такая интересная дополнительная информация по Борису Гребенщикову. Если кто следит, он озвучил, что он дал, значит, якобы 12 миллионов евро для этих украинцев. Спрашивает, а почему ты дал украинцам? Оказывается, Борис, значит, он долгое время уже живет в Лондоне, редко там возвращается в Санкт-Петербург, ну, там ездит кто-то в Израиле, вот он сейчас там был. И у него, я смотрю на это, на шапке там где-то, на одежде присутствует этим, тему мортида, череп с костями. Это же пиратские символы. Пиратские символы опять привязаны к Британии. Королева Британии нанимала пиратов для того, чтобы они, значит, колонии ей завоевывали. И получается, Боря сейчас на данный момент переполюсовывается в направлении эгрегора британского и с акцентом на пиратские символы. Понимаете, как интересно? То есть в какой-то момент он, может быть, шел и по какому-то там светлому пути, а сейчас, почему он эти 12 миллионов там отстегнул, потому что у него же там наверняка лежат деньги в британских банках. Ему там намекнули, если ты не будешь занимать правильную позицию, мы тебе лишим финансирования. Вот так вот. Так что через спецоперацию на Украине пошла катализация, которая снимает фантик третьей окружности и показывает, что там на второй и первой, откуда архетип. Если вы за этим понаблюдаете, вы там увидите еще более глубинную развязку. Может быть, даже через Гребенщкова там и были закручены некоторые сюжеты в прошлом, где на подсознание через его песни пошли не только позитивные, но и разрушительные программы. Джа-Ом, продвигаемся дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...